всем привет друзья с вами рафаэль анриел в этом видео хотел бы сделать такую модель которая показывает что магнит не теряет свою силу а может быть и теряет и хочу сделать я вот такой вот магнитный подвес скажем так внизу у нас будет использоваться магнит и он как бы под силой магнитного притяжения будет притягиваться к железяки которая наверху при этом кусок пластика не будет давать ему примагнититься сделал вот такой чертеж вот этот внутренний квадрат это магнит у нас сверху это железяка здесь такая прослойка которая не дает ему соприкоснуться то есть он постоянно сопротивляется силой гравитации и притягивается к металлу потом магнитометром посмотрим сколько миллитесла мощность магнита и будем проверять постоянно ее далее размеры чертежа 30 на 20 и толщина стенок 3 миллиметра модель 3d будет выглядеть вот таким образом так ну что собрал вот такой вот модель в принципе то что и хотел как раз таки сделать сам магнит ну как бы воздухе висит и примагничивается к железяки сейчас будем смотреть на показания теслометра максимальные нажимаем hold то есть запомнить и подносим сюда магнитометр сюда и будем смотреть самые максимальные показания какие мы только можем найти так показатели максимальные у нас вот такие 263 мили тесла на вот такую вот дату так замеряем магнитометром вот так максимальную силу магнита и она составляет 270 мили тесла но плюс минус погрешность то что показывал в принципе в собранном виде так ну что друзья всем привет снова спустя долгое время вот такая у нас теперь дата вы увидите сколько примерно дней прошло и у нас опять таки теслометр и тот самый эксперимент с магнитом прошлые показания были вот такие 263 мили тесла давайте посмотрим на дату какая это была дата вот такая у нас дата была то есть прошло уже прилично времени сейчас уже 11 месяц почти 12 год уже почти заканчивается давайте вернем как было у нас циферки и посмотрим это было примерно максимальной цифры там еще было примерно 280 мили тесла но то есть результат примерно такой же то есть я промерил уже тестером вот так вот зафиксировал максимальное значение на режиме hold то есть вот таким вот образом то есть пока что никаких изменений с магнитом не наблюдается так что опыт считаю продолжается потому что магнит не потерял свою силу учитывая то что он как бы в подвешенном состоянии все это время был и испытывал нагрузку то есть он скажем так если считать магнит как пружину да то он все равно работал то есть он притягивался к железке при этом он как бы держится ну то есть висит в воздухе за счет притяжения скажем так и уже вот ну наверное месяцев сколько там шесть наверное прошло примерно до то есть 6 месяцев и пока изменений нету по циферкам то есть по теслометру точно давайте еще один опыт проведу сейчас попробую опять таки тоже снять магнит и замерить его теслометром посмотреть сколько будет циферку нас так ну что дабы господа теперь магнит таки в разобранном состоянии с этой установки и вот такие цифры мы наблюдаем единственное что полюс у меня уже другой но это в принципе не меняет того что сила магнита не изменилась то есть вот наблюдаем тут n тут у нас с то есть измеряем точно так же как вот я держу прибор тут так я держал и на видео в общем максимальное значение у нас 271 то есть магнит даже чуть-чуть помощнее то есть уровень погрешности то есть никакой потери силы магнита не произошло даже больше скажу что циферки у нас даже больше стали так что покажет эксперимент продолжаем опять-таки с магнитом и будем смотреть будет ли какая-то деградация магнита неодимого вот такого очень мощного причем пока что вот никаких изменений нету так что вот такой физический опыт у нас уже продолжается немало времени так что друзья ставьте лайки подписывайтесь на канал заходите на канал рафаэль анриел и рафаэль хай тек и ставьте лайкусики опыты продолжаются